Всем большой-большой привет! Меня зовут Оля Вебер, и я преподаватель общества знания в онлайн-школе Смитап. Сегодня за несколько минут я хочу рассказать вам про то, как же все-таки научиться писать планы для ЕГЭ по обществу знанию. Поговорим про различные техники написания, вообще прокачки этого навыка, и также про само 24-е задание. Прежде всего, давайте поговорим про задание. 24-е задание проверяет у каждого из вас, насколько вы не только изучили теорию, а еще и умеете ее структурировать и правильно подавать, последовательно размещая пункты. То есть 24-е задание требует составления развернутого плана по определенной теме от сдающего. Это одно из самых дорогих заданий, и было бы просто прекрасно, если бы вы, приходя на экзамен, могли выбрать для себя тему, по которой вы будете писать план. Но все эти мечты остаются лишь мечтами, ведь тему будет заранее определять для вас составитель. И тема, которая включена в ваш ким, будет отличаться от темы, которая находится в киме вашего соседа в аудитории. План сам по себе, я напомню, это такое последовательное изложение ключевых аспектов теоретических положений по определенной теме. В нашем случае тема задается в самом задании. Для того, чтобы составлять план, вы должны помнить, что план всегда состоит из пунктов, а пункты мы уже раскрываем в подпунктах. Также на экзамене. Если вы просто напишите что-то в строчку, если вы что-то напишите просто, я не знаю, в виде схемы, эксперт не будет проверять ваше 24 задание и поставит вам 0 баллов. Ведь план – это структурированное изложение материала. Пункт первый, пункт второй, пункт третий, подпункт, 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 пункт четвертый, пункт пятый, подпункт, подпункт, подпункт. Вот это уже план. План. Как научиться вообще писать планы для ЕГЭ? Давайте говорить про эти возможные техники, советик, не знаю, как это обозначить. Самый первый вам совет – возьмите, пожалуйста, вот этот сборник или какую-то подборку материалов и посмотрите, как вообще выглядят планы, которые на экзамене ученики пишут. Вы должны визуальную насмотренность свою прокачать, вы должны понимать, что вообще от вас хотят. То есть вы должны четко понять, какие планы должны быть на экзамене. Пожалуйста, прочитайте их. То есть не просто посмотрите, да, из чего они состоят, а прочитайте, посмотрите, какие в основном там пункты. Там будут функции, там будут классификации, там будут признаки. И вы уже поймете определенную тенденцию. Второй момент. Как научиться это делать? Можно прокачивать этот тавок и даже нужно прямо в момент изучения теории. Берете вы учебник, берете вы какую-то тему, ну вот, например, культура. Прочитали вы информацию и после этого открыли какую-то специальную тетрадку, которую вы заведете для планов или онлайн-документ, как вам удобнее. Например, написали заголовок культура, ее многообразие и основные формы. И представили, что именно по этой теме вам сейчас нужно написать план. Но я знаю, что из головы это делать сложно. Если вы отлично поняли теорию, можете закрыть учебник. Я жива. Можете закрыть учебник и сразу начать по памяти воспроизводить материал. Но в первое время это будет трудно. Поэтому берем и еще раз прочитываем материал и смотрим, например, с чего начинает автор. Он начинает с понятия культуры. Так и в нашем плане. Первое понятие культура. Дальше он пишет про то, что есть разделение на материальную и духовную культуру. Значит, мы как-то пишем либо виды культуры, либо разделение культуры и раскрываем. А. Материальная. Б. Духовная. Дальше нам по тексту идет особенности материальной и духовной культуры. Еще два пункта плана у нас есть. Особенности материальные раскрываем тремя подпунктами, особенности духовные раскрываем. И так дальше по тексту. И так можно проработать все 82 темы, тогда вы точно прокачаете навык написания планов. Еще один такой совет, такая техника. Когда вы думаете, хороший у меня план или плохой у меня план, какие пункты еще нужно добавить или уже ничего не нужно добавить, в такие моменты просто представьте, что сейчас вы отдадите этот листочек, например, другому человеку, и он по этому листочку должен будет рассказать аудитории какой-то материал. Ну, либо даже этим человеком мотивы. То есть вы берете этот листочек и бежите в аудиторию рассказывать другим людям про эту тему. Достаточно ли будет той информации, которой вы указали? Нет. А что еще нужно будет узнать неподготовленным слушателям? Это и включите в план. Вот такие небольшие советики, техники, которые можно использовать в момент прокачки навыка написания планов. Ну, а на экзамене помните, что от вас хотят. Прежде всего, ваш план должен соответствовать определенной структуре. Структура следующая. Он должен состоять минимум из трех пунктов. Вот дальше, последней, да, этой границы, ее нет. Хоть сколько пишите? Пять пунктов будет, у вас семь, девять, одиннадцать. Прекрасно, главное, чтобы было три. Только в таком случае эксперт начнет проверять ваш план. И эти три или более пунктов, они еще должны быть детализированы в подпунктах. Это тоже условия, которые выдвигают нам составители ЕГЭ. Они говорят, что минимум два пункта вы должны детализировать в трех подпунктах, если это позволяет теория. Ну, например, мы сейчас говорили, что культура бывает материальная и духовная. Или как истинно бывает абсолютной и относительной. В таком случае все, всего лишь две вариации. Но в большинстве своем всегда есть три. Например, функции. Около пяти функций, да. Поэтому вы можете записать три и другое. Может быть, признаков тоже очень много каких-то явлений. Вы можете записать три и другое. Этого достаточно. Вот определенная структура. Это первое, что вам нужно помнить. Обязательно нужно будет в вашем плане включать всегда ваши планы и тренировать это. Также лучше начинать свой план с такого уже шаблонного даже, так сказать, пункта. Признак, извините, понятия культуры, да. Понятия потребностей, понятия политической партии. Его не нужно раскрывать. Не нужно писать определение. Не нужно. Можно просто обозначить это как начало плана и как такой, знаете, момент того, что если бы по этому планчику кто-то выступал, то, естественно, они бы начали с определения. Познакомили аудиторию с определением какого-то понятия. Также, значит, запомните, что в большинстве своем какими-то такими пунктами крише являются классификации, то есть типы, виды, формы, признаки, черты, особенности, основные функции. Если это, например, проблемы глобальные, да, то там способы решения должны быть. Если это какое-то явление спорное, то вы должны показать негативные и позитивные последствия. То есть в зависимости от темы пункты будут меняться, варьироваться, но вот одними из таких популярных признаков, пунктов, извините, я вам сейчас на экране их представила. Также по поводу оценивания тоже вас сразу буду предупреждать, что у нас максимум может быть 4 балла. Три из них вы за структуру плана получаете и один за качество теории. Расскажу, как это работает, очень важно это тоже понять, чтобы потом, когда получите свой результат, не думали, а где же мне сняли столько баллов. Также предупреждаю, что план ваш должен быть не просто, я не знаю, сбором всего, что вы думаете, а только тех пунктов, которые действительно нам нужны. Например, абстрактно-формальные пункты эксперты не засчитывают на экзамене, они не нужны для планов. То есть что такое абстрактно-формальные пункты? Это пункты, которые либо не отражают сути раскрываемого явления и вообще непонятно зачем включены в план, пункты, которые не являются элементами теории, пункты, которые невозможно детализировать по существу. То есть такие пункты лучше не включать. И вот переходим непосредственно к оцениванию. Я постараюсь это сейчас очень просто объяснить, хотя на самом деле это непросто. Представьте, что у вас есть две корзины. В первую корзину можно поместить три яблока, во вторую корзину одно яблоко. И вот это яблоки равно баллы. Первая корзина, если первая корзина наполнена тремя яблоками, только в таком случае можно положить последнее четвертое яблоко в корзину. Например, если в первой корзине у вас только два яблочка, то есть два балла, то вторая корзина автоматически будет пустой. Это значит, что когда эксперт будет проверять ваши планы, если вдруг по 24,1 критерию он поставит вам 2,1 балл, то последние 24,2 автоматически ноль. Понятненько, надеюсь. Но теперь давайте последовательно. Мы желаем, конечно же, научиться писать планы на 4 из 4. Для этого нам по 24,1 нужно получить 3 из 3 баллов. В каком случае эксперт ставит вам 3 из 3 баллов? Если ваш план соответствует структуре, то есть 3 пункта, минимум 2 из них вы раскрыли и детализировали нужным количеством подпунктов. Также, помимо того, что план, конечно же, должен соответствовать структуре, вы еще должны попасть в обязательные пункты. Сюрприз! Такому жизнь вас еще не готовила. Да, у экспертов есть ключи, и в их ключах написаны 2 или 3 пункта, которые обязательно должны быть в вашем плане. Например, если вы пишете про политические партии, предположим, что у экспертов ключах это функции и признаки. Если вы не написали функции и признаки, то это отразится на баллах. А если вы написали, то получите 3 из 3. В каком случае вам ставят 2 из 3, если вы, например, назвали эти признаки, но раскрыли, детализировали из них только 1. То есть у вас есть и функции, и признаки, но детализировали вы только функции, а признаки просто у вас осталось в одной строчке. В таком случае вам поставят 2 балла, хотя могли бы вы получить и 3. 1 балл ставят тогда, когда вы попали только в 1, обязательные пункты детализировали его, ну а 0 во всех остальных случаях. При этом, если вы хотите получить 1, 2 или 3 балла, то вам обязательно нужно, чтобы ваш план соответствовал структуре. Если он не соответствует структуре, эксперт его даже не проверяет. И вот в том случае, когда в вашей корзине 3 яблочка, то есть 3 балла, тогда мы можем переходить ко второй корзине. Это корректность формулировок пунктов и подпунктов плана. Эксперт, если поставил вам 3 балла, проверяет, насколько ваши формулировки правильные, нет ли там каких-то теоретических ошибок, если все идеально, ставит вам 1 балл, если есть какая-то хоть одна ошибка и неточная, ставит вам 0 баллов. И как раз я говорила, что начать вообще прокачку навыка написания планов нужно с того, что вы просто должны тренировать насмотренность и смотреть, как же выглядят эти планы. Поэтому показываю вам один из планов по теме «Семья как малая социальная группа и как социальный институт». вы можете останавливать запись и читать, смотреть, из каких пунктов состоит этот план, как он оформлен, соответственно, как расположены подпункты. Вот такая вот интересная, возможно, и неинтересная информация, которая пригодится вам для написания планов на реальном экзамене. Ну, а если вы понимаете, что вам достаточно сложно самостоятельно готовиться к экзаменам, сложно писать эти планы и другие задания, сложно изучать теорию, нужна помощь, то я приглашаю вас в нашу школу, на наши курсы. У нас есть собственная платформа, где каждый ученик получает свой личный кабинет, переходя в который ему открываются вебинары, получает он свои скрипты и заполняет их вместе со мной, с преподавателем на занятиях, также выполняет после каждого вебинара домашние задания, причем как тесты, так и вторые части, в том числе эти самые планы, и вторые части проверяют наставники. Они смотрят, что хорошо, что плохо, дают обратную связь мастерам и вместе идут к глобальной цели написания и отработки всех заданий второй части. Такая вот интересная система. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете задавать их в наших социальных сетях, я сейчас вывела вам на экран основные социальные сети и в комментариях под этим роликом. Ну, а у меня на этом все, я благодарю вас за внимание и поздравляю всех, кто в этом году будет задавать ЕГЭ по обществу знанию, ведь общество знания – это просто прекраснейший предмет, знания которого нужны не только для ЕГЭ, но еще и для жизни. Изучая общество, мы находим свое место в нем, и скоро вы в этом убедитесь. До новых встреч и всем пока-пока!